Упрочнев позицию на севере, Эврика готовилась к новому рывку. Последнее время Ши из хорошего торгового партнера превратилась в государство-шпион, докладывающий о нашей активности новой Калифорнийской республики. Началась подготовка к новому, на сей раз еще более ожесточенному противостоянию. Ходят слухи, что и само братство Стали запустило в Ши свои цепки-лапы. Мы не сможем спать спокойно, зная, что один из наших злейших врагов готовит прокси войну у нашего порога. Нас не так много для ведения постоянной позиционной войны, однако бравые парни в силовой броне готовы прорвать линию фронта в любой момент. Мы начинаем немедленную подготовку к вторжению. Сан-Франциско сложный и противоречивый город по многим причинам. Дети-портмейстера винят их за изгнание в далекие времена, в то время как гранитная компания считает их виновными в атаке на буровую установку. Поэтому Дуглас Гранит приложит все силы для того, чтобы нанести им сокрушительный удар под дых. Пришла пора нанести визит нашим старым друзьям. Реализовать задуманное было не столь сложно. Небольшая приграничная стычка быстро выросла в полномасштабный конфликт с применением тяжелой техники. К счастью для нас мы выбрали удачный момент для наступления, ведь Братство Стали еще не поставило достаточно большое количество силовой брони нашему врагу. Однако окружение единственного подразделения в силовой броне неприятеля было очевидно первостепенной задачей. Нам удалось неплохо поработать по правому и центральному флангу. Враг страхи бежал через переправу, а те, кто был не столь расторопен, умерли в муках. Энергооружие практически не оставляло следов. Испепеленные защитники падали прахом на землю один за другим. Однако крупнейшие производственные центры, такие как Конкорд и Сан-Франциско, по-прежнему контролировались Братством. И по левому флангу по-прежнему было сосредоточено большое количество живой силы врага. Однако переломный момент уже наступил. Нам удалось переправиться и взять один из крупнейших производственных центров врага. К тому же большая часть дивизий Ши уже находилась в окружениях, либо была уничтожена. Сопротивление было бесполезным. Это понимало и экспедиционный корпус Братства, закованный в новейшую силовую броню. Они пытались держать позиции, дать врагу хотя бы какой-то шанс отступить в Сан-Франциско. Но подразделения Анклава оказались гораздо быстрее. И вот Сан-Франциск переходит под наш полный контроль. Временной базой командования Ши становится Антиох. Однако защищать пригороды уже некому. Расстрельные команды Анклава не оставляют свидетелей. Те немногие, коим удалось уцелеть в этой кровавой бане, бежали в Луст Хиллс, поджав хвост. Свежо предание, тяжелые горечи поражения. Однако Дуглас считает, что это справедливость. Мы отомстили за Навара, отомстили за буровую установку. И вскоре большая часть Калифорнии откроется перед нами. Мы получили доступ к тяжелому вооружению, императору и готовимся подключиться к Посейдон-нету. Возможно, мы получим доступ к новейшим чертежам силовой брони и существенно ускорим наше изыскание. Но как бы то ни было, НКР пребывает в ярости, мобилизует все больше новобранцев на войну и готовится сделать свой ход. Что же касается нас, то мы готовы использовать все имеющиеся у нас, пусть даже и не совсем традиционные ресурсы. Так, например, мы будем использовать труд супермутантов в своих интересах. Подпольная торговля с НКР лишь усилит нашу экономику, при этом мы постараемся всячески расшатать их экономическую мощь. Большая часть броминных баронов уже сейчас втихую поддерживают наше начинание. Что же касается армии, то мы по определенным причинам не можем выставить 100 тысяч штыков, 100 тысяч голодных ртов на защиту республики. Наш план, однако, куда более просто и изящен. Не сумев взять количество, мы сделаем основной упор на качестве наших бойцов. К несчастью, возможно, нам придется мобилизовать все наши производственные мощности, ведь силовой брони критически не хватает. Не все то золото, что блестит, однако президент Кимбл, судя по всему, не согласен с этим высказыванием. Медведь и дальше будет делать вид, что под его носом ничего не происходит. Даже когда его полумарионеточное правительство из Ньюрина будет уничтожено. Армия Ньюрина. Чертовски хорошие ребята, слаженно работающие как банда наемников. Очень многие из них были нашими давними конкурентами в работе ножа и топора. И хоть наша полулегальная компания наемников практически отошла от дел, ребята из Ньюрина продолжают орудовать на пустошах. К несчастью для них, они выбрали не ту сторону и идут по пути воссоединения с республикой. У нас осталось не так много времени, пока Конгресс одобрит их заявку на вступление и интегрирует эти территории под свои знамена. Новые контракты, заключенные нами с Калифордийской республикой, не вызовут подозрений. Таким образом им придется выбирать между горой золота и территориями, которые, надо сказать, им будет не так просто укоротить. Мы же в свою очередь продолжаем разработку ультимативных систем вооружения и подавления. А старина Дуглас Гранит считает, что ему пора уже давным-давно выйти из тени. Последняя война, в которой бойцы Анклава будут действовать как наемники на своих собственных территориях. Последняя капля терпения в чашу новой Калифорнийской республики. У Ньюрина в содружестве с Кламатом не такая уж и слабая армия. К тому же есть даже небольшая механизация. Вдас ли нам рассечь линию фронта, это тот еще вопрос. Однако Дуглас Гранит должен выйти из тени и возглавить государство уже сейчас. В противном случае наша военная компания обречена на провал. О, как же это было прискорбно. Люди-портмейстеры несли слишком слабую охрану по периметру. Они были элитой практически такой же квалифицированной, как рейнджеры НКР. Но против компании Гранита, оснащенной оружием Ван Граф, дураки даже и периметр не смогли удержать. С одной дюжины гули и из солдата, ушибшего палец на ноге, компания Гранита захватила Эврику и закончила дебаты о Наварре раз и навсегда. Теперь нам остается лишь наращивать экономику и готовиться к последней войне. К счастью, нам практически удалось рассечь линию фронта. Да, сопротивление врага в регионе чертовски сильное. Первой нашей целью становится капитуляция Кламата. Однако и здесь все не так просто. Часть наших солдат попала в окружение, которое оперативно раскрылось, но мы потеряли славных бойцов, ведь была уничтожена целая дивизия. Однако их жертва не была напрасной, ведь нам удалось реализовать несколько хороших окружений. На их ликвидацию ушло какое-то время, но теперь мы готовы к позиционной войне, а враг пытается вернуть утерянное. К счастью для нас, вскоре в наше распоряжение поступят новые чертежи силовой брони. И уж тогда-то мы сможем сказать свое веское слово в противостоянии с абсолютно любым неприятелем. Самое время ликвидировать последний спецкорпус тактической разведки Ньюрина и начать марш прямиком на столицу. Прорыв, следом за ним еще один, и так удар за ударом Ньюрины были вынуждены пятиться обратно в свои норы. Их обитель цинизма, холойства, разврата и разгула сгинет в чанах с Фре. Старушке Америки осталось потерпеть лишь совсем чуть-чуть. Вся Калифорния будет свободна, это лишь вопрос времени, а дорогие американцы всеми силами поддержат наше начинание. Анклав принесет мир, спокойствие и процветание на эти земли. И не согласны? Что ж, в лабораториях типа Икс есть еще места для добровольцев. Война в самом разгаре, на канале ж начинается. Бравые парни в силовой броне уже в пригородах Ньюрина. Армейская база Сьерра-Леона позволила получить доступ к новейшим образцам вооружения. Правда, по большей части это лишь прототипы, и нам нужно наладить серийное производство. Однако парочку таких казарных тузов в рукаве мы прибережем для новой Калифорнийской республики. Война. Война никогда не меняется, однако с того момента, как упали бомбы, прошло слишком много времени. Одни готовы строить, другие рвать, взрывать и метать. Каждая из сторон конфликта прикрывается собственными незыблемыми идеалами и принципами. И только Анклав пытается вернуть все на круги своя. У нас остались последние дни, а может быть даже считанные часы, для того, чтобы привести все свои дела в порядок. Ведь одно из самых тяжелейших противостояний на сегодняшний день начинается совсем скоро. Новая Калифорнийская республика, наш старый друг, торговый партнер. Сколько воды утекло с тех самых пор, как вы уничтожили все, что было нам дорого. Нас было слишком мало подразделений, мы отпустили Ньюрида в качестве марионетки в надежде на то, что это замедлит продвижение врага. Однако было уже слишком поздно. Нам нужно было самим идти в атаку и уничтожать как можно большее количество вражеских подразделений. В противном случае нас ждало забвение. Враг в несколько раз превосходит нас числом, а это значит, что наш ответ должен быть жестким и молниеносным. Война продолжается, и мы удар за ударом наносим врагу все новые и новые поражения. Однако переломить ход противостояния не так-то просто. Силовая броня позволяет реализовать многие из наших тактических решений. Однако линия фронта слишком широкая, и нам приходится довольствоваться небольшим количеством войск, которые попадают в наши цепки и лапы. Как бы то ни было, НКР маршем прошлись по Ньюринам, по незачащенным территориям, которые мы просто физически не могли оборонять долго. У нас заканчивались люди, и приходилось брать даже самых неотесанных и необученных мужланов. Пехотным подразделениям приходилось особенно туго, ведь бойцы в силовой броне анклавы практически не несли потерь, в частности не боевых. Но, как уже говорилось в отчетах разведки, более третьей армии новой Калифорнийской республики было уничтожено. Нам необходимо отойти на оборотительные рубежи и несколько пересмотреть планы по дальнейшей экспансии. В то же время наши оборотительные позиции изрядно просели, брак продолжает усиливать натиск. Но и ресурсы самой новой Калифорнийской республики, особенно людские ресурсы, начинают медленно таять. Однако медведь не учитывал одно – время, самый ценный и, безусловно, главный ресурс. Время создает и возвеличивает империи, и также легко стирает их в порошок, покрывая тягучими и зыбкими песками. Через 5-10 лет о новой Калифорнийской республике никто и не вспомнит. Ведь уже сейчас Легион Цезаря начинает вторую битву за Дамбу Гувера. Стало быть, новую Калифорнийскую республику ждет война на два фронта. Ну а мы что? Мы перегруппировались и вновь готовы нанести врагу пару серьезных царапин. На юго-западном направлении вражеские подразделения начинают таять, а их оборонительные редуты ненадежны. Вреши в обороне республики находятся все чаще, а их атаки становятся все более редкими. Они заняты противостоянию Легионом Цезаря, полчищем, несметным полчищем, кои задавят их во что бы то ни стало. Новая Калифорнийская республика пыталась задавить нас числом. Что ж, мы смогли показать им, что их идолы были ложными. Более ничто не сможет остановить наш новый прорыв. Фанатики из Братства Стали заперлись в своем бункере и уже не скоро откроют гермоворота. Они понимают, какое будущее ждет их, когда мы создадим новых Когтей Смерти. А может их ждет что-то более суровое? Возможно, выводок Ред Скорпионов заберется в самые темные недры их тоннелей. Или Химикат Амвре будет все равно, кого разъедать, силовую броню или мягкую поддатливую плоть. Сейчас же ясно одно, но Анклава будет сотни, может быть тысячи часов для того, чтобы придумать план дальнейшего штурма. Сейчас же наши войска начинают бить по наиболее уязвимым точкам в обороне противника. Да, на севере у республики по-прежнему расквартирован внушительный гарнизон, но именно это и стало одной из причин столь серьезных потерь. Мы практически не обращали внимания на ту линию фронта, полностью сосредоточив свое внимание на обороне. А теперь, что ж, горе побежденным. А вот Цезарь и теперь уже наш, надеемся, бессменный правитель Дуглас Гранит, отец-основатель Новой Америки, который войдет в историю. У нас еще будет парочка вопросов по поводу заключения мирного договора, и возможно когда-нибудь нам удастся склонить самого мистера Хауса в свою сторону. Ведь вместе мы могли бы горы свернуть, а так же попутно и разделить Америку. Цезарь кажется не совсем надежным соратником и товарищем. К тому же он, по слухам, не терпит технологий. Но как бы то ни было, сегодня мы будем праздновать. Праздновать возвращение нового сильного анклава. НКР, братство, все они выступали против анклава и наших усилий по спасению пустоши Америки и человечества. Возможно мы никогда не сможем возродить мечты и славу прошлого, но мы можем по крайней мере почтить наших отцов. Даже сейчас сторонники Гранита рассредоточены по всей Северной Америке. Они заключают мир в этой проклятой пустоши, ибо как еще можно спасти демократию? Боже, благослови Америку! Так анклав Навара был спасен, справедливость восторжествовала, и только одному времени будет известно, что станет с ним дальше. Мы же будем ждать обновления от разработчиков и надеяться, что они добавят фокусы на экспансию по всей Америке. В целом обновление мне понравилось, но есть какой-то, знаете ли, такой легкий флер недосказанности. Хочется как-то побольше контента, побольше веточку фокусов, но надо будет посмотреть, что там еще МакАртура, когда придет время, и конечно же, если вы захотите. Да и новое образство стали тоже мне лично хотелось бы пощупать. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, какую страну в этом или другом моде вы хотели бы от меня получить в будущем. Также у нас сегодня последний день голосования за новое прохождение в Millennium Dawn, его там обновили, добавили ветки фокусов для нескольких довольно интересных стран. Так что всех неравнодушных, просьба бегом во вкладку сообщества голосовать за новое прохождение. Я же за всем не прощаюсь, всех обнял, до новых встреч, пока, ребята.